Здравствуйте, дорогие друзья! Информационный блог от Славянской Церкви 27 дня здесь в городе Сакраменто. Как всегда, несколько слов о жизни, служении и ближайших мероприятиях нашей общины. В эту субботу проповедовать у нас будет Андрей Кацел, член нашей Церкви, служитель. Мы рады, что он может поделиться Словом Божьим. Я прошу, чтобы вы молились, чтобы Бог особенным образом использовал его и Дух Святой наполнил его уста, для того, чтобы весть, которая будет звучать, она глубоко касалась каждого сердца. Хочу также сказать, что сегодня вечером в 7 п.м. наш клуб следопытов празднует завершение очередного сезона. У них будет выпускной. Поздравляю с этим всю команду нашего клуба следопытов, всех детей, которые занимаются в этом клубе, всех родителей, чьи дети занимаются в этом клубе. Это праздник для нашей общины. Поэтому еще раз поздравляю. Желаем всего самого-самого наилучшего. Мы очень ценим всем тем, кто занимается с детьми, с молодежью, кто руководит каким-либо отделом нашей Церкви. Очень важно, что в это время мы все же находим возможности для того, чтобы служить тем, кто нас окружает. Божьих вам благословений, дорогие друзья. Хочу также напомнить, что у нас открыта регистрация на летние кемпинги. Уже активно регистрируется на мужской кемпинг, который будет проходить с 7 по 9 июня. Я приглашаю всех, пожалуйста, не пропустите эту возможность, возможность пообщаться ближе, провести особенное время с детьми. Я говорю сейчас отцам или папам или мужчинам, парням просто. Это особенная атмосфера, где мы можем поднимать наши мужские темы. Очень много разных интересных специализаций, занятий, которые будут проходить вместе с родителями и с детьми. Так что, пожалуйста, не пропустите эту возможность быть вместе с нами на мужском кемпинге. Ну, а семейный кемпинг у нас будет с 27 по 30 июля. Вернее, июня. Мы тоже с нетерпением ждем каждую семью. Регистрация уже открыта. Вы видите QR-код, по которому можно попасть на страницу для регистрации. Или же в описании к этому видео вновь будет прикреплен линк, перейдя по которому вы сможете попасть на страницу регистрации. Ждем вас с нетерпением на всех наших кемпингах. С 16 по 20 июня будет проходить детская каникулярная библейская программа в нашей церкви. Мы с радостью приглашаем всех детей возрастом от 3 до 12 лет. Вновь-таки есть QR-код, по которому вы можете зарегистрировать вашего ребенка. Это все бесплатно. Мы будем очень-очень рады видеть ваших детей на этой программе. Приглашайте соседей, друзей и знакомых. Это миссионерский проект, который мы с радостью осуществляем в нашей церкви для детей и всех тех, кто вместе с ними приходит. Так что ждем вас, не пропустите. Хочу также напомнить, что начал свою работу телеграм-канал нашей церкви. Но, как я и говорил об этом раньше, это телеграм-канал закрытого типа. Мы бы хотели, чтобы у нас была площадка чистая для нашей общины, где мы могли бы обсуждать разные вопросы, понимать разные дискуссионные темы с уважением друг к другу. Но все же можно было бы высказаться, высказать свое мнение, какое-то предложение, сделать какое-то замечание для того, чтобы мы могли служить, развиваться, помогать, поддерживать друг друга как можно лучше в это непростое время перед теми предшествиями Иисуса Христа. Так что, друзья, надо, чтобы вы попали в эту группу. Я обращаюсь сейчас к членам нашей общины. Если вы не получили еще приглашение, там есть небольшая проблема, возможно, в настройках у вас выбрано, что вы можете принимать запрос только от тех людей, которые находятся в списке ваших контактов. Стоило бы отключить эту функцию, тогда вы сможете получить приглашение от нас. Или же, опять-таки, вы видите QR-код, перейдя по которому вы высылаете приглашение, чтобы вас приняли в эту группу. Или еще один вариант. В описании к этому видео тоже будет линк для регистрации на наш телеграм-канал. Если вы по нему перейдете, то тоже сможете подать заявку для регистрации. Ну и последний вариант. Обратиться напрямую к руководителю отдела информации нашей церкви, Руслану Гусеву. Его номер телефона сейчас вы видите на экране. Можете написать ему сообщение или позвонить ему. И он вам поможет решить вопрос с тем, чтобы вы тоже попали в эту группу в телеграм-канале. Повторюсь, это очень важно для нашей жизни и нашего служения. Это все из разряда объявлений. Хочу сказать, что мы и дальше молимся за вас, дорогие друзья. Молимся за благополучие каждой семьи, детей, молодежи, за здоровье ваше. Потому что я понимаю, что у каждого есть какие-то свои переживания в это непростое время. Мы продолжаем молиться за Украину, за то, чтобы там закончилась война. Чтобы на Ближнем Востоке урегулировался этот конфликт. Видим, что, к сожалению, пока что это только мечта, которая мы не знаем, когда осуществится. Но знаем, что Бог все держит в своих руках. И если мы полагаемся на Него, Он обязательно проведет нас через все эти трудности, испытания и подарит свою победу. Поэтому, друзья, Божьих вам благословений. Мы желаем всем всего самого наилучшего. Понимаете, что мы за вас молимся. И просим, чтобы Бог охранил и поддерживал вас своей рукой. В заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Опять-таки, это книга Псалмов. Славьте Бога во святилище Его. Славьте Его на своде небесном, где явлена сила Его. Славьте Бога за дела Его великие, за величие Его, все превосходящее. Славьте. Друзья, да будет Божье имя прославлено в нашей с вами жизни. Всего вам самого наилучшего. И до встречи на наших богослужениях тут в Церкви, на всех наших мероприятиях или же в прямом эфире. До свидания.